Мы с тобою обязательно споем, музыка прольется сквозь рассвет. На сцене Зеленого театра группа «Легче». Рязанский коллектив выступает практически с самого старта фестиваля «Русское лето» в самый разгар выходного дня. Помимо музыкальной сцены, фестиваль привлекает интерактивными площадками. Первым внимание переключает шоу с экстремальными силовыми номерами. Здесь спортсмены перетаскивают огромные тяжести, не переворачивают, а рвут толстенные календари. В общем, работают на пределе человеческих возможностей. Много площадок спортивных интересных, поэтому я думаю, что этот фестиваль найдет своего зрителя, если каждый проведет здесь время хорошо и душевно. Рязань – это только один из городов, который принимает фестиваль. Всего «Русское лето» придет в 19 городов в пяти федеральных округах. Поэтому и пришли в парк как обычные рязанцы, так и чиновники. Павел Малков прошелся с экскурсий по всем точкам, а Татьяна Панфилова прибыла на фестиваль с другого мероприятия. Сегодня утром я принимала присягу у ребят, которые пришли в наше училище ВДВ. Вы знаете, что Рязань – столица ВДВ. И вот тот трепет в груди, который был при том, когда молодые люди клянутся в своей верности отчизне, в верности защищать свой народ и свою страну, вот это, наверное, ну такое сегодня главное чувство, которое я принесу в свою семью. Одни из организаторов фестиваля «Русское лето» – общероссийский народный фронт. Поэтому и был на площадке стенд ОНФ, где можно было передать свои пожелания бойцам СВО. Как говорят представители Народного фронта, моральная поддержка парням очень важна. И добавили, что любое записанное обращение попадет в нужное место и нужное время. Спустя час от старта фестиваля уже появилось 30 таких обращений. За все время работы площадки в несколько раз больше. Фестиваль организован в поддержку наших ребят, которые сейчас находятся на территории специальной военной операции. Это сюда приглашены коллективы тех людей, которые, собственно, вот в этой тематике. И можно здесь наблюдать очень много десантников, очень много ребят военных и людей, неравнодушных к этой истории. Хедлайнерами стали две музыкальные группы – «Семьбэ» и «Зверобой». Артисты согласились участвовать сразу. И в каждом городе исполнили свои хиты в стиле фолк, гранж и блюз-рок. Нас пригласили, мы с радостью откликнулись. Здесь все наши побратимы, здесь среди артистов, те, с кем мы привыкли встречаться в горячих точках, например. Завершила фестиваль группа «Семьбэ». «Молодые ветра», «Полковник», «Осень» – эти и другие хиты прозвучали со сцены «Зеленого театра». Как рассказал лидер группы «Семьбэ» Иван Демьян, в каком бы городе группа не выступала в рамках фестиваля, везде чувствовалась единая сила. Это сила любви стране, энергетика патриотизма. Такой фестиваль, по мнению организаторов, очень важен, потому что дает людям энергию, которая их объединяет. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.